Вечер добрый! Слушаете вы свое радио и, как обычно, программа «Живые» с понедельника по пятницу с 8 до 10 вечера в эту студию приходят живые люди, живые музыканты, с которыми мы живенько беседуем. Они поют свои песни, вы получаете удовольствие, составляете свое мнение, задаете свои вопросы, ну, в общем, полный интерактив. И, как обычно, по нашей сложившейся традиции, музыкальная заявка для того, чтобы вы понимали, если вдруг не знаете этого коллектива по какой-то из странных для меня причин, что сегодня будет у нас звучать. А дальше уже после этой первой композиции мы познакомимся с ребятами поближе. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! «Живые» Утро сонно смотрит в окно, словно не узнавая нас, далеко унесло из осени в сердце мая. Не надо будить меня в этой мрачной квартире, дай мне проснуться в другом весеннем улыбчивом мире. Пусть меня туда везет корабль бумажный, мне в наивный детский мир так возвращаться важно. Я готов, как раньше, в кровь сбивать колени, но только бы вернуться домой. Мимо своих сложных обид, словно разрушенных зданий нет, уже ничего не болит у меня. От воспоминаний зла, что ты мне принесла и моих защитных реакций влагаясь. Гая из моих глаз пелена от смеха, мне не с кем здесь драться. Пусть меня туда везет корабль бумажный, мне в наивный детский мир так возвращаться важно. Я готов, как раньше, в кровь сбивать колени, но только бы вернуться. Домой, 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 домой. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Серж Куклы. Ну что, очень приятно осознавать, что сегодня здесь седьмой раз в своем, так сказать, золотом, правильном звучании. Только, Саш, не путай, пожалуйста, микрофон и говори, мы все-таки в другой. Да, дорогой мой. Саша Растич, вопрос, гитара, ну и, собственно говоря, фронтмен, лидер коллектива, я не побоюсь этого слова. Может, где-то ошибусь, конечно, ты меня поправь. Ну, ребята меня тут затопчут, если что, я слишком много на себя возьму. Ну, в любом случае, я стараюсь говорить в тот момент, когда они меня не слышат, чтобы не было никаких скандалов потом. Далее у нас, простите меня, филологи на басу. Егор Потягин. Егор, можно, ну, хотя бы разочек в свой эфир сказать здрасте. Здрасте. Смотри, если возникнет желание поговорить в принципе, ты можешь к этому микрофону подходить, никаких запретов нет. Далее спрятался, спрятался Костя Чайлых, спрятался, что такое? Струну порвал. Струну порвал. Очень старался. Клавиша, гитара и бэк-вокал, но вы слышали его голос, он сейчас занят, пока не может отозваться более как. И на барабанах Сергей, либо Серж Говорун. Добрый вечер. Вот, а я заметил, как он заранее для себя подтягивал микрофон, готовился. Да. Потому что надо будет поздороваться. Самый-самый у нас ответственный человек в коллективах обычно, это барабанчик, потому что у него свой домик, свой микрофон, своя отдельная конура, в смысле, как называть, стеклянный аквариум, вот так, не хотел обидеть ни в коем случае, аквариум. Это седьмая раса, собственно говоря, коллектив, который многие из вас ждали и просили многожды, и, в общем, любят вас, это хорошо. Группе-то ни много ни мало 18 лет осенью, да? Если я правильно помню, в 97-м году вы образовались на альтернативной, так сказать, волне вдруг возникли. Правильно, не ошибаюсь? Правильно, так и пишут в интернетах, что на альтернативной волне, там еще упоминают Гранж, Сиэтл и все прочее. А чего у вас такого альтернативного? Скажи вот ты мне. Ну, мы еще покажем во время, так сказать, эфира что-нибудь альтернативное. Я не против, я не против, но что вот ты бы называл альтернативой на сегодняшний день? Альтернатива это ведь противопоставление чему-то. Я понимаю. Что у вас альтернативное? Нет, я думаю, что мы играем обычную достаточно, ну, может быть, современную рок-музыку такую, вот. Так что что-то такого альтернативного, я думаю, что у нас нет. На тот момент было, наверное, поскольку, ну, немногие, может быть, только молодежь себе позволяла играть какую-то такую совсем не похожую на рок, там, 60-х, 70-х. Ну, собственно, русский рок, можно сказать, тот, который, ну, вот, на наших таких... Костях. Костях. Вот, поэтому и называли альтернативной, да, что-то такое непонятное, тяжелое, с речистативными местами, вот, а местами мелодичными. По мне сегодня это очень модное, и я бы сказал, очень современное, и вполне себе актуальная музыка. Так что... Значит, мы останемся классиками, или патриархами тоже, да. Скоро альтернатива появится нам. Вам, да, вот поэтому флёр альтернативы мы снимаем, замечательная группа с замечательными песнями, с хорошей, очень интересной историей. Я имею в виду и музыкальной истории, и творческой, и личностной историей. Поэтому здесь, что называется, слушайте внимательно, если вдруг когда-то вам кто-то сказал, что такая группа есть, а вы не знали о ней, то вот вам повод сегодня с ней познакомиться. 46-47, это короткий номер для смс-ок ваших. 46-47, сначала пишите свои, делайте пробел, а потом уже всё, что хотели бы, адресовать коллективу. Не забывайте о том, что работает для вас официальная группа ВКонтакте. ВКонтакте, я думаю, знакомить вас с этим не надо. Официальная группа своего радио, там анонс выложен. В анонсе название коллектива выделено синим. Это, значит, активная ссылка. Кликаете и оказываете у них в сообществе. А в сообществе, естественно, вся информация о концертах, об альбомах, о синглах, о новинках, но обо всём. То есть получаете информацию в первую очередь. Это важно. На сайте своего радио, там всё просто, своерадио.фм. Извини, отключу. Барабанщик любит по микрофону. Даже по микрофону постукать, понимаешь? Не вовремя. Значит, на сайте, там видите, плеер сверху, онлайн-аудио, онлайн-видео. Онлайн-слушать, аудио, онлайн-видео смотреть. Нажимаете на эту кнопочку, кликаете и оказываете картинки. Картинку нам представляет планета Ру, за что и большая благодарность наша. Там же тоже есть чат, в котором можно отписываться. Ну, в общем, читать стараюсь отовсюду. Если где-то обнаруживаю что-то интересное, обязательно вас с этим интересным знакомлю. Кораблик бумажный, да? Первая песня, да, называлась «Кораблик бумажный». А дальше? Дальше, ну, будем потихонечку разгоняться. Следующая песня называется «Куклы становятся старше» с того же альбома. Как всегда, живой звук, программы живые. Здесь сегодня седьмой раз. Поехали. Сказочный мир В адрес крится словно снег В комнате, где горят глаза Веришь ты или нет Считая до ста Считая, что мимо не пройдет Дрожащих миров полна Только шепни, пожалуйста Ты волшебный свет И запретов нет Только с утра Только с утра не плачь Веди меня Дорогой мягких снежных троп Отсветы той, такой же белый Только устарший Держи меня Хотя я вряд ли уже побегу Нас время трет песком И даже буклы становятся старше Время ушло Но снова пытаясь повторить Опыты первых фраз Я снова тянул за нить Трудно смотреть глазам Чурец ловлю улыбки тех Не доверяющих тормозам Но кто всех в итоге вытянет В тот волшебный свет Где запретов нет Ты только с утра не плачь Веди меня Дорогой мягких снежных троп От свет седой, такой же белый Только уставший, держи меня Хотя я вредный, уже побегу Нас времен трет песком И даже куклы становятся стучи Курец ловлю улыбку тех Снежных троп, а свет седой Такой же белый Только уставший Держи меня Хотя я в рекле уже побегу Ведь я не знал Что даже куклы Становятся старше Спасибо Тебе спасибо Музыкантам спасибо Нам-то за что спасибо Народ восторгается, кричит ура в классическом составе Вау-вау-вау Тут даже есть сообщение конкретное Вот, например, от Ани Воробьева Всем добрый вечер, как приятно видеть Сашу, Егор, Костю и Сержа Всех вместе Кайф, пишет Аня Воробьева Слушайте, а сколько вы вместе не играли? Не туда, не путай микрофон Шесть лет мы тут выясняли Примерно мы не играли шесть лет вместе Почему так вышло? Так вышло Ну вот Ну не ссорились же? Да в целом нет, не ссорились Ну, а как так бывает? Опять же, если я лизу что-то личное, ты мне сразу осеки Но мне просто всегда было интересно, как коллектив, который был создан сколько? 18 лет назад Играли, играли, набирали поклонников Потом раз, вдруг у каждого появились какие-то свои интересы Так бывает Но потом снова сошлись Ну, да Вот, в принципе, ребята сами могут рассказать Конечно, я ребят жду с удовольствием к микрофону Давай, ты не хотел здороваться со всеми? Привет! Костенька, давай, дорогой, рассказывай Как так получилось? Как получилось? Микрофон к себе подними, а то неудобно получается, а раком становишься Вот, вот так, да Такое грубое слово? Нет, почему? Рак это уже... Во всех отношениях Ты микрофон к себе, а не его... Серёжа, рак, кстати, по знаку зодиака Я тоже, поэтому ничего страшного Вот оно в чём дело Стать раком, это, между прочим, очень уважительно Я к себе лично, вот я отношусь Занять свою пещеру Нет, упереться Шесть лет, шесть лет не играли вместе Чем занимались тогда, получается, музыканты? О, играли в разных проектах Всё равно, в любом случае, музыкальная практика осталась Конечно, да Музыка первая Самолёты вторая А девушки 0,1 Ты смотрю, у лётчиков как-то девушка хотя бы на втором месте У вас на третьем Нет, на 0,1 До музыки и самолётов А что должно подтолкнуть людей, чтобы снова сойтись? Раз уж много лет не играли вместе Раз уж так получилось Ну, всяко бывает Потом вдруг что-то щёлкнуть должно было Для того, чтобы сказать А что, пацаны, давайте-ка обратно вернёмся в старый состав А мы так вот за шесть лет-то же играли концерты Да, иногда мы играли И сочиняли, иногда Так просто встречались И, то есть, как бы, творческая деятельность просто стала более, как это называется Менее концентрированная, более разбавленная во времени То есть, не так каждый день Ну, у вас, на самом деле, не так, как вот есть группа «Секрет», к примеру Которые, в общем, уже давным-давно не играют вместе Но когда заканчивается бабло, как я понимаю, у людей Надо снова собрать немножечко залов Да, давайте, ребятки, турчик скатаем Все в золотом составе Все сошлись, бросили свои этих самых Маруси Ну, всё побросали Опа, поехали по стране, прогнали Бабла заработали И можно ожидать... Ну, у вас же другая история Мы, кажется, не такой момент выбрали Вот в том и дело Это надо было, когда на пенсии был Вы-то сошлись обратно по какой-то иной причине Мне интересно, какая Ну, честно говоря, ну, я хорошо Вот своё видение ситуации скажу, что Так всё само сложилось, правда То есть, у всех вот буквально в конце прошлого года Закончили, скажем так, эти проекты Ну, скажем, не знаю, временно или нет Но так получилось Вот как будто специально Вот Мы с нашим предыдущим составом договаривались о том Что мы вот доигрываем гастроли Вот у нас два тура там было И мы, ну, вот расходимся время Делаем перерыв там или что, я не знаю Вот Звёзды сошлись, Чарли Да, звёзды... Но я и говорю, что это судьба Или как свыше какой-то посыл там произошёл Вот И вот у Кости с Сержем тоже закончилось Ну, скажем так Участие в серьёзных коллективах На тот момент тоже коллективах Вот И получилось, что... Не, ну, это клёво Я почему об этом с таким пристрастием спрашиваю? Просто потому что Такого Общего вопля радости от фанатов Как Когда они узнали, что вы будете в золотом составе В своём классическом Я давно не слышал И когда Юлю тиранизировали Просто когда мы вывесили анонс на неделю Что у нас будет на неделе И когда увидели Сильмараса Тут же А они в каком составе будут? В классическом Вау! Народ настолько счастлив Вот Я поэтому и спрашиваю Да-да, помаши людям Смотрит на картинку Помаши людям И мне сейчас особо приятно Даже гордость распирает Что сегодня Ты же был у нас Ну, я имею в виду седьмая раса Да-да Только на другой радиостанции И в другом составе А сейчас классический состав Тот самый, который всё начинал Собственно, ради которого Сегодня огромное количество людей Прильнули к своим радиоточкам Это очень ценно Спасибо, что вы сошлись обратно Спасибо, что звёзды сошлись Давайте так Давайте так Пускай будет так Пусть это будет божий промысел Уж я не знаю, как к этому по-другому относиться Пусть будет так Звёзды сошлись Сильмараса сегодня здесь Давайте петь Проснись Сейчас будет песня у нас Такая Мы попробуем сыграть В смысле попробуем? Ну, поскольку эту песню мы Досели вообще не играли Скажем так, практически Костя участвовал в её записи Она не из прошлых Не из старых альбомов, скажем так Она из последнего Ну, то есть можно сказать, что это премьера практически В этом составе, да, конечно Вот Вот так и будем к этому относиться Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня седьмая раса Поехали Видимо, сон в руку мне Что постоянно снится В ту, что сжимает тельце Мёртвый давно синица След журавля стынет в небе Всё, перестань метаться Ращит тот сон по кругу нас Нам пора просыпаться Из многочисленных сборищ Модных, тупых, рьяных Ёжик всю жизнь в тумане Ёжик родился пьяным Из магазинов этих Где видно, встретим вечность В постмодернистской дряни То, что не греет, не лечит Прятаться на спичке Когда кругом мы скрыть Пахнет весной и нефтью Мы встал большой канистрой Не уберечь В пожарах нам кораблей бумажных Поиски лучшей жизни Это поиски лучшей пищи Шар земнокруглый везде Просто внутри кто-то нищий И нет случайности в том Где и когда нам рождаться Цель лишь у нас одна Мы должны пробуждаться Из всех загаженных улиц Комнат с потомственным ядом Сердцем собачьим внутри Вечной разрухой рядом Как вообще с этим жить Да и еще размножаться Выхода нет у нас Нам пора просыпаться Прятаться на спичке Когда кругом мы скрыть Пахнет весной и нефтью Мы встал большой канистрой Не уберечь в пожарах нам Прятаться на спичке Когда кругом мы скрыть Пахнет весной и нефтью Мы встал большой канистрой Я ведь и сам за мир Но мир сошел продажный Все лежит на поверхности Все давно понимают На каком навозе вырос власть Имущих цвет нации В это сложно поверить Но нас ничто не спасает Не повсюду разложение Распад, деградация Пока мы все спим Ведь это наш сон Пока мы все спим Ведь это наш сон Проснись Вставай Проснись Вставай Проснись Вставай Проснись Вставай АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Да, всегда, пожалуйста. Здесь очень любопытные сообщения приходят, я тебе скажу. Причем сообщения из прошлого. Это такая машина времени, когда читаешь подобные вещи, понимаешь, что музыканту, наверное, человеку творческому, это должно быть особо приятно. Вот смотри. Привет седьмой России из США, пишет Александр Чахов. Ничего себе. Смотрю и не могу нарадоваться. Рядом висит фотка Саши из Минска, клуба граффити, году этак в 2009. Эх, как мы тогда пели. Саша даже спасибо сказал нашему столику. Огромное спасибо и привет вам, ребята. Очень жаль, что не могу больше посещать ваши концерты. А до 2011-го был на всех концертах в Минске. Теперь человек живет в Штатах, слушает нас оттуда. Вот тебе приятно. Ты помнишь эту историю в клубе, когда ты столику спасибо говорил за то, что подпевали тебе? Ну, бывает, когда такая обстановка приятная, когда тебя очень поддерживают люди, поют вместе с тобой песни, хором как-то это все происходит. Конечно, отмечаешь это, чтобы им тоже стало приятно, что их замечают, что это не зря они там надрываются и поют. Так что да. То есть ты человек открытый и отзывчивый. Ну, я стараюсь быть таким, да, во всяком случае. Вот, спасибо тебе большое за это. Смотри, привет, у меня вопрос, пишет Василий Шахнович. У меня вопрос. Хожу на концерт седьмой раз с 99-го года. Прикинь. В то время они часто выступали с группами «Трактор Боулинг», «Небо здесь». Общаетесь ли вы сейчас с этими коллективами? С «Небо здесь» общаемся, но с эпизодическими. Вот Сергей Сухов, например, у нас есть друг, который играл в последнем составе этой группы. А сейчас у них был еще, в смысле, бас-гитарист Вадим Еремеев, который сейчас играет у него группа. Как называется, Александр, ты помнишь? Она как-то называется как что-то «Шектиллок» или что-то такое, да, такое индийское название. Горь Юркевич, барабанщик, который играл в промежуточном составе, он играет сейчас с ним. У нас какие-то тесные взаимоотношения такие растянутые во времени. Ну да, сохраняются какие-то. «Трактор Боулинг» — это же группа «Луна», «Трактор Боулинг». Ну, в смысле, не группа «Луна», ладно, там вид. Луся, Луся, Луся. Луся в конце пришла. Луся солистка группы, да. Но, тем не менее. То есть они сейчас восстановились, они сейчас начали снова работать. «Трактора»? Да, я слышал, что они... А, скоро будут? Я слышал, что они собираются альбом записывать. Да, что вы. Ну, «Луна» — понятно, а еще и «Трактор Боулинг» снова возвращается к жизни. Это же очень клево. И почему меня и радует, очень радует, когда коллективы возобновляют... Давай-давай-давай-давай, конфетка. Давай, вскрывай уже конфетку. Вот. Это так... А ты так делаешь классно, когда... Говорить так делаешь, так... У меня таких низов нет в голосе. Я хоть пожелаю тебе в ответ. Ну, хоть кто-то сказал добрые слова. А «46-47» — это короткий номер для смс-ок ваш. Сначала пишите свои, пробелечка, а там уже дальше ваше сообщение. Я какое-то подметил. Да, ты жуй, ты не чавкай. Неудобно мне за тебя и богу в приличном обществе. У вас камера не передает. Экспрессию не передает. Было сообщение, которое очень хочу... Вот-вот-вот-вот-вот. Значит, схожу на «Концертер седьмой рас» с 99-го года. В то время часто выступали с группами «Трактор...» А, нет, это я уже читал. Какое же было... Какое-то какое-то... Я же помечал для себя. А, вот же. Сергей... Сейчас. Ребят, ну, если можно, пишите кириллицей. Бернштейн, скорее всего. Все в Америку переехали, что ли, наши поклонники? Подожди, если Сергей Бернштейн... Нет, почему латиницы пишут? А вот не знаю я. Видимо, да. А вот не знаю я. Значит, Сергей Бернштейн пишет, в который вас убеждают, что «Седьмой рас» — это группа, которую надо слушать очень громко, и только в акустике, и с выключенным светом. Полное умиротворение. Громко в акустике. Да, и с выключенным светом. Вот именно так. Вот вопрос, пожалуйста. Сейчас задам вопрос, который я не знаю, как вы на него среагируете. Владимир Бердишевский пишет. Вот что. Почему у группы нет ни одной... Бодрой. А, бодрой. Бодрой, драйвовой песни. Одни грустные какие-то, музыка прям грусти. И при всем при этом группа очень нравится. Ну, давай. Почему у вас нет бодрых драйвовых песен? Что такие грусти? А мы мажорные гармонии не разучивали, Валь. И вообще, русская вся музыка, она в миноре. Если вы обратите внимание, кто у нас мажорные песни пишет. Даже в пол. Как в ботей водичке. Даже в пол. Как Борис Борисович в свое время пел, что этот скорбец должен присутствовать. Ну, скорбец... Чтобы своим... Что ты хочешь попробовать? Сделать мажорную песню? Прямо сейчас, на ходу? А что ты... Не, Саш, как? Просто все аккорды исправить по чуть-чуть и все. Каждому добавить другую. Ну, интересный эксперимент, конечно, но... Ну, попробуйте. Может, мы до концерта это сделаем? Вообще, такие вещи приветствуются, на самом деле, когда это все происходит в прямом эфире, что называется. Хоть на сцене, хоть в программе. Люди-то на такие вещи наверняка сейчас... Обещаю, я специально какую-нибудь нотку добавлю, можно? А, ну, добавь. Вот именно в эту песню, потому что следующая песня, она тоже достаточно трагическая такая. Э, капит. Без имени. Вот. И... Вот если человек не отключится после этого от эфира, вот это будет испытание для него специальное. Куда ты побежал? Так, секундочку. Что-то это... Серега куда-то побежал. А, Серега к Сереге. Кстати, за звук режиссерским пультом сегодня Сергей Горьев, за что можно... Аплодисменты нажмешь? Поблагодарить можно. Да-да. За звук. Что он от тебя хотел, я пока не понял, но, видимо, они сами сейчас между собой... Они поняли друг друга. Как будет называться следующая песня? Без имени будет называться. Одна из самых, наверное, трагических песен, поэтому... Это испытание такое на... На крепость. На крепость, да. Как всегда, живой звук в программе живые. Напомню, здесь сегодня седьмая раз. Поехали. 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 Я вообще не пью никогда и в жизни никогда даже. Не видел ни одной бутылки с алкоголем. Как я могу написать? То есть как не видел? Ты вообще мимо магазина входишь? Спиной заходишь в магазин? Поэтому это фантастическая песня. Такая как бы. Время сарказма. Понятно. Значит, планируете ли тур по России? Спрашивает кто-то без подписи. Давайте расскажем тогда о концертах ближайших что ли? И о турах, если они намечаются. Давайте. О турах мы пока ничего не знаем. А вот о концертах ближайших. Первый у нас будет концерт в Санкт-Петербурге в клубе «Космонавт» 28-го. Молодец, Костя. 28-го февраля. Так. Я подзабыл немного. А в Москве, соответственно, в клубе «Театр» 8-го марта. Ну, хороший такой день. Мы выступим. Да. Вы выбрали такой хороший, правильный день. 8-го марта. Как раз для грустных песен. Чтобы девушки плакали. Плакали. Мы их цветами увядшими такими черными сухими цветами будем. Ну, это уже как-то это готик и папахи. Готик. Я всегда говорил, что у нас готическая группа. Ну, просто. Когда у группы в 7 раз планируется выпуск нового альбома и, возможно, ли выпуск сборника стихов или песен от Саши Растича, кстати? Интересный вопрос. Не, ну я не знаю, я когда... Я пока еще не собираюсь становиться прям мэтром, действительно. Это все шутки. Вот. Прикольная идея, кстати. Я бы тебе... Давайте сделаю электронную подкладку. Хочешь такую, типа, современную такую... Ой, на что-то это похоже. А я буду стихи читать, да? Да, да. Очень так вот. Отрешенные. Не Андрей. Не Андрей, да? Ну, слава. Ну, назову Александр и такой же альбом выйдет, да. Не, можно еще... Ну, разные. Сейчас очень, кстати, это интересно. Давай попробуем. Да. А почему нет? А почему нет? Кстати, у вас 7 альбомов, как я понимаю, да? На сегодняшний день. Я точно не знаю. Солнечное исплетение это был... Это 6 альбом, скорее всего, был. 6 альбом? Да, да. Поэтому 7 это юбилейный, получается, 7 раз и 7 альбом. К нему надо подойти очень серьезно. Который будет только. А когда он будет? Неизвестно. Мы только собрались пока, чтобы вот репетируем не так давно, чтобы вместе сыграть эти два, точнее три концерта еще. Третий концерт 30 апреля в городе Минске. Это тоже один из наших таких любимых городов, где нас очень любят и встречают тепло. Жалко в Киеве не сыграть еще. Ну, пока. Ну, пока времена такие, что такие водоехочные для начала. А вот еще одну посчитаю смс-ку от Антона Бетехтина. Видимо, так ставится ударение. По музыке вопросов нет, все шикарно, обожаю эту группу. Хочется задать вопрос, а в какой исторической эпохе вам хотелось бы жить и почему? Серьезный вопрос, между прочим. Если расценивать сейчас как историческую эпоху относительно 300 лет через, то нормально? Ну, давай. А давай так и расцениваем. Ну, давай, давай. Продолжай. Ты имеешь в виду, вот сейчас жить хочешь? Ну, типа, да. Как будто бы Антон живет сейчас в 2830 году, а мы такие типа сейчас. А вы здесь? Такие вот в этот исторический период. Очень неплохо, кстати. То есть тебе не хочется никакого другого периода исторического? Ну, да. Там электроэнергии нет. Нет. Интернета нет. Нет. Лет через сто. Серж хочет лет через сто жить. Лет через сто? Да. Когда можно на диване лежать, какие-то роботы снуют вокруг там. В комфорт. Ты за него знаешь, чего он хочет. Ну, примерно, да, он развил мысль правильно. То есть, а ты, в принципе, режешь на него. А на барабанах за тебя кто будет играть? Не-не-не, я не за то, чтобы что-то за меня делали, а просто, мне кажется, будет интересное время. Через сто лет? Ну да. Ну так, наверное, всегда интересно, что впереди. Заглянуть-то всегда любопытно. А через сто лет люди будут мечтать о том, чтобы заглянуть еще на сто лет вперед. А назад не хочется, нет? Ни у кого нет такого интереса. Мне кажется, Егор хочет, он молчит, и он уже придумал, что ответить. Ну, Егор вообще, мне кажется, малый человек из 19 века. Да-да-да, ему бы Сюртук подошел бы. По сути, по сути. По сути, да. По нутру своему. Откуда ты оттуда из той эпохи? Егор, да, у нас. Из эпохи, где стрелялись за дам. Аристократия такая у нас интеллигенция, да. Так же называем. Это же видно. Ну да. Егор Сюртук. Ну, зачем вы так-то? Он что-то, я смотрю, напрягся. Не, Егор, это же без обид. Но просто есть типаж человеческий. Когда вот я смотрю и понимаю, что вот то время, оно немножко про тебя. Оно больше про тебя, чем сегодняшний день. Или нет? Или сегодня тебе комфортно? Вот в наше время. Последнее время очень много посвящает Достоевскому. Может, это из меня сейчас вылазит. Вот. Вот о том я и говорю. Во внешнем виде. Вот о том я и говорю. Вот видишь, насколько все-таки не случайные, да, такие флюиды, которые человек распространяет вокруг себя. Давайте пейте, ребята. Давайте. Чего это будет? А что в 70-е хотелось бы в психедерическое время в США попасть? Вот я хотел сказать. Ну, вот уже, пожалуйста. Кому не хотелось бы в конец 60-х? Может быть, можно было. Заглянуть точно надо было бы туда. Ну, я не буду углубляться в вопрос, а зачем, собственно? Почему? Не, посмотреть просто, как это все происходило. И попробовать. Любовь, цветы. И музыка интересная. Как раз тогда музыка очень менялась кардинально. Дальше что будет? Песня будет называться «Здесь». Она не такая грустная. Да слава богу. Не такая. Вот как не такая? Какая не такая? Как всегда, живой звук. Хотелось бы. В программе «Живый». Сегодня 7-й раз. Поехали. Здесь не страшно ничего. Брось с утра открытым домом. Я здесь почти уже не ем. Хочу стать ветром, чтоб лето вернуть в твой дом. Здесь открытых греет тень. Все краски наивным тянет ночь. Все краски наивным тянет ночь. Я здесь почти уже не сплю. Хочу стать ветром, чтоб плавить лед потом своей страны. Поехали. Поехали. Здесь рассыпется не раз Моя одежда в больничных серых дней Я сжатый ям, так проще и сверлей Вернусь раздетым, чтоб даже спящей улыбалась ты Из песка рухнул снег Распластался за всех Кто проводит свет Кто горел для всех Кто вовеки свет Спасибо Пожалуйста С удовольствием Напомню Кстати, вот тут есть одно любопытное сообщение Знаешь ли ты и ребята музыканты О существовании еще одного коллектива с названием Седьмая раса Тамги 2С Это в смысле, когда не по-русски называют А вот не знаю, я прочитал, за что купил, за то и продаю Человек написал, не, не та седьмая раса Я пишу, в смысле не та Он говорит, погуглил А нет, он пишет, лица не те, музыка не та А солист не тот А потом говорит, погуглил и обнаружил, что нет, это та Вот, пишет, да По Яндексу точно две разные группы Есть еще и седьмая раса, где две С Может быть, это имя такое, седьмая и фамилия Аса Нет, не слышали? Да нет, не правда Это просто неграмотные люди пишут вместо одной С пишут две Получается вот такое расхождение Я не встречался с этим никогда Вот я тоже не видел ни одной группы Может, это по-белорусски так называется Там же и Москва через А пишется Это да И молоко тоже через А Они как слышат, так и пишут, кстати В этом удобство языка белорусского Не надо думать, как правильно написать В общем, ребята, музыкант седьмой расы за 18 лет существования Не слышали больше о существовании еще одной группы С похожим названием А вот человек нагуглил Или Владислав Ангеловский Или на Яндексе, я уж не знаю Нашел почему-то Я не обнаруживал пока что Может быть, какая-то правда ошибка просто Не более того 46-47 Это короткий номер для смс-ок Понятное дело, что сначала пишите свои Делаете пробел Потом уже ваши вопросы Какие книги читаете? Всем большой респект и творческих успехов Антон Бетехнин Все-таки человек интересуется Какой век за плечами у вас Какой век хотели? Какие книги, любимые фильмы? У меня любимый фильм Не то чтобы любимый А самый Он меня спрашивает об этом же Самый, который на сегодняшний день произвел впечатление Это про барабанщика Одержимость Одержимость, да Одержимость О, я еще посмотрю Посмотри, посмотри Посмотри, кстати Мне вот как раз уж, Серег Здесь барабанщик Как тебе фильм-то? Я в восторге был в полном А как тебе фразы режиссера Дирижера Это про барабанщика известного Это же история снята Прям Барабанщика звали Баря Алибасов? Это не тот барабанщик Он барабанил не по тем барабанам Забыл, как же его, господи? Я тоже не помню Но там другое имя у него Да Другое, конечно Вот, а я вчера посмотрел прекрасный фильм Называется Бёрдман Вот, я был потрясен прям Очень здорово Чем был потрясен? Актерской игрой, режиссурой? Режиссурой, операторской работой Саундтрек классный? Саундтрек вообще потрясающий Там на барабанх играет просто Да А, все понятно Бёрдман? Не, не, да Очень рекомендую Это прям замечательный фильм Не Риту фильм Режиссер снял, да Вот, который снимал Сука, любой фильм Вавилон 27 грамм Но этот фильм такой С долей юмора Ну, у него обычно очень тяжелые фильмы А этот фильм прям очень такой С хорошим юмором И снят, конечно, просто потрясающе С театральными такими Очень театральный фильм Потому что там планы длятся Некоторые по 15 минут Вот, и все это занимается в один дубль Ты смотри, какой поклонник Ты театр любишь? Нет, ну Да нет, к сожалению, не хожу Хотя бы я бы с удовольствием бы Я понимаю, я вообще хочу на секундочку Тебя вернуть к фильму Одержимость Или одержимый Все-таки, по-моему, сте Одержимости Фраза там этого товарища Который дирижер Те, кто не имеют таланта Попадут в рок-группу Как оно тебе? Не резануло? Не-не, я оценил юмор Прекрасно А ты имелся в виду Конкретные вещи Бывают музыканты, которые Ставят на себя Рок-группа Или вообще группа Это когда ты как бы Часть общего Которая может быть Какие-то твои слабые места Верные вещи Ты говоришь, Костя Давно я с тобой не общался Фильм посмотришь Поймешь, о чем там речь На самом деле Там джазовые оркестры Это Бадди Рич Да я же сказал Бадди Рич По саботажу запоминай Как Бадди Рич Он слушал там Бадди Рич Да, он слушал Но история Бадди Ричи И в конце соло Вот это, которое он В конце сыграл Это снято Бадди Ричи соло Ну, я не знаю Он просто любил Бадди Ричи Слушал Бадди Ричи Это фамилия белорусская Бадди Ричи Бадди Ричи Это белорусский барабанчик Да, я понял Сербский Я все думаю Что-то такое в нем есть И в лице И в манере И в языке Оказывается он белорусом Вот как мы с вами Наконец Точно поймали режиссера Поймали Верите ли вы в знаки судьбы Спрашивает Ксения Филинкова Что такое знак судьбы Вообще В знаки верите? В дорожные знаки верю Но в дорожные Обязательно нужно верить В водителю точно надо верить Выскочит злобный ГИБДДшник Нет, знаки судьбы Ну, вот один из них Видите Как мы рассказывали Что произошел Все-таки веришь В декабре прошлого года Ну, я думаю Что такие вещи Да, неспроста происходят Я думаю, что да Ну, как Я к ним отношусь Как к свершившемуся факту Не то, что я вот Что-то увидел Там какую-то примету Страшно испугался И поэтому Там неделю дома просидел Боялся выйти из квартиры Допустим Этого нет такого, да Но то, что это происходит Неспроста С людьми Там их встречи Какой-то обмен информацией Или опытом, скажем так Жизненным Он не просто так Поэтому К вопросу о том Где мы Хотим родиться И тоже можно ответить Что мы Все на своих местах Мы не просто так же рождаемся Ну, на мой взгляд Мы должны Получить некий опыт И именно В той или иной стране В той или иной время Так что Я к этому так отношусь На, понятно Кость, ты капюшон не хочешь найти А то ты Знаешь, я смотрю на тебя Тетю вспоминаю Она так бигуди носила А что будет? Нет, просто вот Смотри Фото на память Да, забавно это выглядит Она так бигуди прикрывала Капюшоном все время Я все думаю Бигуди там А у тебя там наушники Да Давайте петь Что-нибудь Давайте Сейчас будет Такая дискотечно-танцевальная песня Да ладно Для тех, кто загрустил Как называется-то? Ты или я Я понял Погнали Как всегда Живой звук Программ живые Здесь сегодня седьмая раз Поехали Субтитры сделал DimaTorzok И как будто вмиг вдруг Сбылись все сны Под ногами не чувствуя земли Я иду спотыкаясь Ведь ты опять со мной Ты нужна мне, как ты Моим легким Я не хочу тебя знать Такой и другой С кем ты еще раз покажешь Что можешь быть плохой Как приятный гад И ведь такую дрянь Не страшно думать, кто хуже Ты или я? Сотый раз умерев Между расслабленных ног Сотый раз проклинаю Твой порог Мы свободны настолько Насколько мы сильны Но в ответе за тех Кого приручили Не хочу тебя знать Такой и другой Ты еще раз покажешь Что можешь быть плохой Как приятный гад И ведь такую дрянь Не страшно думать, кто хуже ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не хочу тебя знать Такой и другой С кем ты еще раз покажешь Что можешь быть плохой Как приятный гад И ведь такую дрянь Не страшно думать, кто муж ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо Седьмой раз я здесь напомню На всякий случай В программе «Живые сегодня» В своем классическом составе В том составе, в котором они Появились на свет В 97-м году Безмалого 18 лет тому назад Анатолий Михайлов Водички? Песня Какая следует? Есть! Какая водичка? Песня человек интересует Какая будет следует? Михайлов спрашивает Анатолий Слушайте Всем привет А кто из участников коллектива В составе группы «Небо здесь» Выступал в 2005 году На Старом Мельнике В Кишиневе Помню, тогда объявляли Что... Но сейчас уже забыл Кто именно Тогда мне уже очень нравилась Седьмая раса И когда сказали Что на сцене выступает Один из ее участников Очень было и обрадовался Кто это там был? Вы сейчас вспоминаете? Меня точно там не было Я никогда не выступал В составе группы «Небо здесь» Группы «Небо здесь» Не замещал вокалиста Тима То есть Нет, никто не помнит Егор, ты не выступал В составе «Небо здесь» В Кишиневе, пардон Нет, не было Ты был в Кишиневе В пятом году? Просто скажи Да Вот Видимо, это он был Сын твой пишет Мы с ракетами Ты играл с группой «Небо здесь» В «Небо здесь» Кишинев Играл с ними? «Небо здесь» Они были... Там был этот... Старый Мельник фестиваль Да, да Вот об этом и речь Мы ездили с ракетами С «Небо здесь» Там еще был Александр Феликсович Скляр Чаев Да кто играл в составе «Небо здесь» Из группы «Седьмая раса» Из вас? Ты играл там? Ты играл? Нет, мы с ними в одном купе просто ехали Ну нормально Ты не услышал главного Человек пишет В пятом году Он был на фестивале «Старый Мельник» В Кишиневе Объявили, что будет играть группа «Небо здесь» В составе которой играет кто-то из музыкантов «Седьмой раса» Это досужие слухи Скляпь И расследовать вверх, наверное Была жара аномальная Вот у меня запомнилась одна история на всю жизнь Жара в 9 утра уже был просто такой осенцепек Что я просто в обморок Александр Скляр, кстати, упал в обморок Между прочим, где-то в час дня В то время, как раз во время фестиваля И я ходил с обмотанным на голове полотенцем Поливал его ледяной водой И тут в 3 часа дня Представляете, в 3 часа дня Вот я хожу так в трусах И с холодным полотенцем Значит, ледяной водой обливаюсь Выходит группа «Кукры Никсы» И этот главный вокалист в кожаном плаще В ботинках вот таких Герои В кожаных штанах Держит удар Тепловой и солнечный Мне плохо стало Потому что он год настоящий Ему не важно это все Окей Кость Ты знаешь, на какие жертвы придется идти Если ты захочешь немного готики привнести Это же не просто так А готика разная бывает же Если Joy Division, например, тоже готическая считается группой Не надо глаза красить И по кладбищам шляться, понятно И тем более заниматься сексом Нет, надо выбирать что-то Либо по кладбищам, либо глаза Ты же понимаешь, да? Тут по-любому что-то должно быть Один из атрибутов Что-то должно быть Куркабельно Не тру готика Иначе не готика Иначе подделка получается Ну с глазами ладно Тогда хоть на кладбище сходи Ногти можно покрасить Маркером Седьмая раса здесь сегодня 46-47 Это короткий номер для смс Сначала свои пишите про Бельчика Потом сообщение Спасибо музыкантам за их творчество Слушаю группу около 10 лет Подарили много эмоций Во время студенчества Дай бог здоровья всем участникам Собрались Значит альбом можно ждать Пишет кто-то без подписи на смс-портале Да, альбом можно ждать Уже, собственно, Саша Растик сказал об этом Сказал, что альбом будет Но только надо ребятам еще Немножечко вспомнить друг дружку Да, поиграть концерты Покатать маленечко Накатать материальчик Наработать Раз Семен Чайка говорит Придется Мы просто об этом еще не разговаривали Но я уже сказал Нет, ну надо, надо Мы ждем нового от вас всегда Мы ждем новых песен И новинок с удовольствием Я всем музыкантам говорю Братцы, не забывайте, пожалуйста Про свое радио Кому, кому, как не нам Вставить в эфир Новинки от тех групп Которые, в общем, мы любим И которые считаем достойнейшими Поэтому, как только будут Сразу же Прямым ходом Лады, договорились? Спасибо, да Договорились так всегда, пожалуйста Значит, Сергей Моляев Ну что пишет Попадались мне и раньше Записи седьмой расы Но не обращал на них Особого внимания А сегодня, кажется, Зацепило И это здорово Вот как Ну, значит, кого-то еще Вы сегодня привлекли К своей аудитории Никогда не слушал толком И пока эфир сильно не впечатлял Но вот оно Я в восторге Олег Скосырский, например Написал Четыре минуты тому назад Это очень круто Я вообще люблю Когда люди признают Например, свои ошибки Вот бывает Говорят, что Не слушал группу Не нравилось мне А сейчас вот как-то раз И зацепило Примерно Это же прикольно Глядишь, у вас появится Еще какая-то часть Новая для вас Но совсем не лишняя Аудитория Да За это А, вот Костя За готическую Ратует Аудиторию все равно Готика на готика Зацепило Ну да, спасибо Как раз Своему радио За готику? Не, у нас готика Не, нет За всех Да какая разница За готов И за панков И за металлистов Слушайте Я думаю, вас слушает Аудитория достаточно широкая Разная Благодаря вашему формату Такому Широкому Точнее, даже отсутствия Я бы сказал Практически Молодец, очень правильно Понимаешь У нас музыка хорошая А неважно Какого формата Оставь лося в покое Это канадский подарок Скажи Скажи, пожалуйста Какая По охранной метражу Примерно Следующая песня Потому что Хочется закончить ей час И уйти сразу На паузу Сколько примерно Она по времени Сколько длится Четыре минуты Четыре минуты Отлично Очень точно Попадаем по времени Как называется? Я даже не буду говорить Что это за песня Хорошо, ладно Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Седьмая раса Поехали Поехали Быстро Мое солнце К закату катится Освещая дороги Мои грязные Унылые Те, что пройдены Мною С таким напрягом А светлые Думать Обо мне Давно забыли Вот бы снова Стать Маленьким Мальчиком Чтобы рисовать Все, что с нами Должно случиться Я бы рисовал Ничего плохого С нами бы уже Не могло Приключиться Мир Был бы Другим Я был бы Живым Я бы не рисовал Танки и взрывы Этому позже Был бы Живым Вечное лето Был бы Был бы Был бы Вечное лето Был бы Цветами Траура Если б ты не знал Что такое Ненависть Ты бы ни за что В меня тогда Не выстрелил Дай мне снова Стать Маленьким Мальчиком Чтобы рисовать Все, что с нами Должно Случиться Я бы рисовал Рисовал Был бы Был бы Был бы Был бы Был бы Чтобы Смягчить Наши лица Вечное Лето Рисуем Дети Я не хочу Быть Большим Мы Вечное Лето Я верю Детям Я не хочу Быть Большим Вечное Лето Дети Рисуют Дети Вечное Лето Дети Рисуют Дети Ну что ж, давайте продолжим паузу. Закончилось И программа Живые продолжает свою работу На своем радио Как всегда С понедельника по пятницу С восьми до десяти вечера Сегодня здесь у нас В гостях Седьмая раса Хочу прочитать Одно очень важное На мой взгляд Трогательное сообщение После чего Конечно же Споешь Саша, да? Окей? Да Значит, Аркадий Арефьев Чего пишет Седьмая раса Вы даже не представляете Как многое для меня значите Как же удивительно Слышать то, о чем ты думаешь Так, как ты думаешь Создается ощущение Что все ваши песни Я писал Сколько родной депрессии И боли Желания вернуться в лето В детство Особенно в первом круге Не знаю, сколько раз За четыре года Я слышал Вечное лето Но каждый раз Подступает ком в горло Я не могу ее слышать Без слез Вообще, когда я вас В первый раз услышал То я пересмотрел Свои отношения К российской Альтернативной музыке А точнее Услышал ту хорошую Качественную музыку Которая обычно В андеграунде Благодаря вам Я узнал таких исполнителей Как адаптация пчел Смальта Имплазия ППР Пляски мага Психия Аптолы Вася Прос А также вы вдохновляете Меня на творение Своих песен Спасибо вам Вы часть меня Часть моей жизни Ой, спасибо Да, нам очень приятно У нас тоже Подступает Я смотрю Костя плачет Практически Да, Кость Не, ну трогательно Скажи, что Мне, конечно Очень приятно Приятно же Когда вот такое Такое отношение Поклонника к музыке Но это же клево Это же Это дорогого стоит Ради этого, мне кажется И жить стоит В принципе В творческом плане Сладкая оболочка Для горькой пилюли жизни Да что Может ты сегодня циничник-то такой Тебе человек в любви признается Практически Раскладывая свою душу А ты Циник Так у него может быть Какая-то пилюля в жизни Он к жизни воспринимает Как горькую пилюлю Вот А вот тут Такие слова Они облекают эту жизнь Да, я правильно Трактую Костину высказывали Что дальше Что будем петь Саша, что это будет Дальше будет песня Солдат Как всегда Напомню еще раз Живой звук В программе Живые Все, что вы слышите Сыграно здесь В студии На месте Седьмая раса Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасил DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Вот так вот Понимаешь, красиво, поэтично А вот, например, еще А Дженни с приветом из Сибири Спасибо, ребята, за счастливое отрочество И осознанную молодость Спасибо за свет и тепло Аж замерли, я смотрю Не знаю, как на это реагировать, мне кажется Но приятно же Мне, например, приятно От осознания того, что я могу Озвучить приятно Написанные вам сообщения Значит, Василий Шахнович Ну, кстати сказать, мне кажется Василий не ошибся ни разу Когда написал, что седьмая раса Мне казалось отечественным аналогом Смеси Deftones и Nirvana Если я правильно понимаю И Deftones, и Nirvana Это, в общем, те группы, которые Входили в круг интересов музыкантов И Pixies и Smash and Pumpkins Вот-вот-вот, да Что значит для музыкантов эти группы? Ну, в общем, понятно, что Это очень большое значение Приннесли они в вашу жизнь, я так понимаю, да? И серьезное влияние В общем, ответ дан уже И как ребята в 90-е Относились к творчеству Alice in Chains? Давай главный по Alice in Chains Да, это к Егору Любимая, да, у меня по ходу группа Все остальные ребята уже отказались от гранжа Очень обидно Я могу спеть даже письмо Заклеймил Егор Егор, помнишь, мы искали Когда вас гитаристы с тобой были в Крыму Встребе, познакомились с Егором на Казантибе Перевезли в Коктебель Начали ночью тусоваться на холме Да И он такой взял гитару И сыграл песню Начал Грубляли с Вин Чейнс Вот сейчас этот микрофон И как запел И мы такие Все Сердце попало А чего ж не поешь в коллективе тогда? Ну, если запел там А тут чего? Не дают, что ли? А что вы его так зажали-то, парни? Если поет Если сердце замерло, когда он пел То чего теперь не даете? Чего тебе Костян орет, понимаешь? В микрофон А Егору не даете такую возможность? Парень скромный Он сам просить не будет Можно я за него попрошу? Дайте ему тоже Да, у нас бюрократическая система Надо бумажечку подписать Заявление, да, подавать заранее Через сердце пройти И он там каптерки все подпишет Какие тонкие вещи раскрываются Никак даже не думал Еще никто ответственность брать не захочет Подпиши, нет Я только после раз еще подпишу Значит, мальчик И не буду Братцы, я знаю, что вы Ну, по крайней мере Так, как я об этом знал Играете кавера некоторые Да? На кого? На гражданку? Гражданская барона И дубовый гай Да, дубовый гай Точно Нет сейчас, да, в планах такого? Повторить, показать Как это звучит в вашем исполнении Вот, сегодня в смысле? Ну, да Ну, хотите Можем же попробовать Хотим Серж Хотим Хорошие группы Снаружи Это же, ну, да Хорошие группы всегда делают Классные кавера И это всегда вызывает интерес Вот у меня лично Сделаем? Давайте попробуем, да Пусть будет небольшой экспромт Как раз проверим себя, как сказать Вот, а аудитория сейчас как порадует Я уверен Итак, напомню Сегодня здесь седьмая раса Может быть, я немножко, ребята, подставил В каком-то смысле Но на то и программы живые Здесь все живаго На то они живые На то они живые Поехали? Поехали По моей незасохшей руке Пробирается тихо память По моей незамерзшей реке Проплывают тихонько птицы По моей неубитой душе Плачет скорбь на забытый разум Я летаю снаружи Я летаю снаружи всех измирений Я летаю снаружи всех измирений Сквозь меня проникают тайком Руки, взгляды, ножи и пули Не спеша проникают в мой дом Белый холод, зима и плесень Откружает со всех сторон Мое тело смертельный ужас Я летаю снаружи всех измирений Я летаю снаружи всех измирений Я не чувствую прикосновений Я не помню того, что знаю Я за рамками людских представлений Я не верую в дни и ночи Я не слышу чужих изречений Я затвинул за спину язык Я летаю снаружи всех измирений 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как же ты глубоко копаешь, дружище Мне даже такое в голову не пришлось Связывать одно с другим Но тем не менее Какое сообщение пришло, такое зачитал Вот, кстати, Владимир Бердишевский Спрашивает, а будет ли снят DVD По случаю концертов в золотом составе Возможно, да Мы сейчас, так сказать Думаем об этом, поскольку у нас есть уже люди Такие, которые себя проявили очень хорошо Скажем так А я подумал, кстати, вот если мы распадемся еще раз И опять соберемся, это уже платиновый состав будет называться Нет Не знаю, это предпенсионный Я думаю Если мы настолько же еще распадемся Это уже другое будет Это уже будет такое, несколько другое Слушайте, у вас два DVD, да, я так помню? Шестой, седьмой год, по-моему Ну, у нас есть один, да, DVD такой Это корабль-бумажный Акустический концерт в клубе 16 тонн, да Мы живые его записали и сняли А есть DVD, да, из клуба Апельсин С презентацией альбома Иллюзия Майя Он какого-то более позднего Я вот сейчас не могу сказать Седьмой Седьмой год, судя по всему Да, где-то так Я смотрю, в принципе, для вас это абсолютно нормальная практика, да, DVD-шки такие выпускать? Да, если честно, не особо Не у всех групп есть два, как минимум два DVD Несерьезно тебе говорю Очень часто бывает клипов полно У вас клипов штук 6-7, да? Нет, у нас клипов с клипами у нас не очень хорошо, скажем так Как? А мы просто с режиссерами не очень дружны Да, у нас не получалось На нашем жизненном пути не встречались такие люди, которые бы вот Как-то, скажем так, передавали Визуализировали, скажем, наше творчество так, как бы нам хотелось И нам было бы интересно это смотреть То есть вы требовательны? Конечно Но я все время рассказываю историю, когда у нас даже был там бюджет Когда к нам приходят люди, опять же говорят Ну, уже альтернативная группа Мы уже с Тольким сняли Все, отличная идея у нас есть Девушка, модель, лежит в ванной или куда-то идет Красиво А группа рубится на крыше Чем вам? Мы такие Ну, все понятно Так идет или лежит в ванной Вот два варианта есть Выбирайте, да А вы на крыше? Оба хорошие варианты А мы на крыше рубимся Ну, это вот как бы как раз-таки, к слову, альтернативность Так я бы предложил обраточку Девушка, голая девушка на крыше Рубится, а вы в ванной А мы в ванной Вот это была бы, мне кажется, альтернативнейшая идея Причем девушка играет и поет за всех по очереди Ну, монтаж такой А вы просто, типа, отдыхаете Лежите, пьете шампанское в ванной Да, в то время мы не дошли до этого Это был нормальный стеб над вот таким мышлением, сказать, альтернативным Вот так назвал хаучка Дарю идею, пожалуйста Василий Шахнович спрашивает вот о чем А много песен у группы, где авторство текста не принадлежит Александру На моей памяти одна только карантин Кстати, почему давно не исполняет? Расскажи-ка Нет, карантин тоже мой текст Вот есть два А, банка Вот песня банка, действительно Это песня Причем там музыку написал Егор Потягин Егор Михайлович Вот Тихо, скромно Да, слова, написанные киевской поэтессой Евой Шатылей На эту песню, на песню банка Вот Только это единственная песня, получается, не твоего Кроме каверов, да? Не твоего сочинения Да За все эти годы Да А ты так не любишь чужих стихов, прости, или как? Или так просто... Может, своих хватало Вот когда не будет хватать, я, наверное, да, обращусь, так сказать Ну тогда, тогда приоткрой немножко завесу тайны Почему ты тогда этой киевской поэтессе позволил втиснуться в ряд своих песен со своими стихами? А нам понравилось как Егор ее, как сказать, спел эту песню, мы даже думали, что это Егор написал эти стихи, и мы прям с уверенностью, ничего себе, вот Егор Михайлович у нас написал музыку и стихи, то есть мы так с воодушевлением это восприняли, сразу же эту песню сделали А он признался не сразу, я так понял Ну, по-моему, нет, не сразу, во всяком случае, да Но в неведении были долгое время А он один раз ее исполнял даже, сам помнишь? 16 тонн Он еще песню «Рост» исполнял, по-моему, там Что-то мы так много о нем говорим, так хочется его уже услышать, может, он что-нибудь споет уже? Петь я не буду, но я сижу тихо, подчиняю примус Понятно Все, с этим постулатом мы как-то вынуждены согласиться, потому что когда примус непочиненный, ох, проблемы могут быть Я помню, у нас тут надысь кулер наш примус, понимаешь, к ранному свинке, или кошмар был без чаю в студии Так что чини, чини примус, дорогой, очень важное занятие Пантюшин-то поясняет, я сейчас играю в домино, меня прогнали, не было времени правильно составить и оформить предложение А с песнями связан определенный момент жизни Ощущение, что в одном помещении с ребятами, но как это может оставить равнодушным? Тепло, Евгения Клепова написала, к примеру, такое сообщение Расскажите, пожалуйста, историю появления названия группы Ребятам, всем-всем-всем привет, Виталий Тихонов Ну, я знаю, что не очень любят музыканты рассказывать Да-да-да, мы это опустим Почему название именно такое? Поэтому опустим В данном случае не человека, конечно, а вопрос опустим Значит, а планируется ли песня из стихи классиков? Например, Бунина Денис Шишлова спрашивает А почему именно Бунина? Вот я хочу у Дениса спросить Я Бунина в основном знаю как про Зайка, например Вот мне тоже интересно На стихи Бунина Еще надо покопаться, чтобы найти какие-то стихи Я тут, кстати, короткую историю расскажу Очень коротко Был тут Паш Кашин И мы что-то зацепились с ним про Пушкина, заговорили И он заявил, что Пушкин... Ну, то, что он был знатный дуэлянт, это история, в общем, не умалчивает об этом Сколько их, там, 27, 28, 30, я не помню, но большое количество Но он, сидя, глядя мне на то, что Пушкин завалил кучу людей на дуэлях Я его спрашиваю, а откуда у тебя такая информация? У меня такой нет Он говорит, а я читаю тайные дневники Пушкина А, да, альтернативные источники есть? Я говорю, а кто писал эти тайные дневники? Он говорит, ну, я так полагаю, Пушкин В этой связи, может быть, и у Бунина есть песенные тексты Мы просто мало знаем об этом Надо найти секретные дневники Бунина Глядишь, и каких-нибудь песенок наскребем Для группы «Седьмой раз» Почему бы нет? Давайте попоем Давайте, да Что это будет? Ну, практически в духе Бунина будет песня Ну, как попали-то? Называется она «Май» Ну, я имею в виду, что она такая не очень радостная Поехали, поехали Моей вины Нет повода Как бушует май За окнами Не найти в крови У мальчика, но мною чужие дни Сосчитаны Найдет и тебя Остудит любого Поцелуем Поцелуем Спасет еще раз Науки мощь Смерти угрожать Компьютером Моет землю Славно Весенний дождь Но трясутся Губы Родителей Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Пусть плывут к тебе журавлики Пусть цветы хранят спокойствие Пусть бы жизнь кончалась С игрушками Ведь дальше Ничего достойного Найдет и тебя Остудит любого Поцелуем Ни смех, ни броня Тебя не укроем Аллилуйя Аллилуйя Послушайте Ребятки Вот какой интересный вопрос Вдруг созрел Интересный настолько Насколько Мне кажется Таковым Андеграунд Да То что называется Подвальная Музыка Которая Где-то там прячется Далеко от Широких масс Альтернативная То есть В пику Чему-то Я не очень понимаю Правда чему Если только Советской эстраде Это все Некие виды Ну как бы скажем Противодействия Чему-то массовому Да Потому что массовое Это то за что платят Бабло Непонятно почему Ну просто потому что Это почему-то нравится Большей части народу Я вот например С Михайловым С Астасиком Никак не могу понять Ну это отдельная тема Ладно Это можно опустить Но тем не менее Как факт Как себя чувствовать Как себя чувствует Музыкант На протяжении стольких лет Находящийся Да Условно говоря В андеграунде Находящийся там Где в общем Не должен бы находиться Тот кого Показывать надо Более широким массам Понятно что Своя аудитория есть Она большая Я с этим не спорю Но хотелось бы наверное Более широкой известности Или это уже Издержки профессии Что называется Бог с ней С известностью Ну Не хотелось бы Выступать в роли Такого непризнанного Гения и говорить Что да Мы же там Должны Вот как-то мы были На одной передаче Канала A1 Еще когда он был Таким рок-альтернативным каналом И один ведущий Ну такой уважаемый Достаточно рок-певец Такой Как бы вот Был Ведущим И он Очень-то как раз таки Спрашивал Что касается мне подражать Сейчас Ну да Не будет лопнуть Ну как же так Да Почему вот Там на первый Или какой-то там канал Только пускают вот этих Вот почему нас не пускают там Типа Я честно говоря Я честно говоря себя был Очень странно чувствовал Вот На первом канале С этими да Персонажами в каких-то вот Музыкальных передачах Я ну для меня это вообще Какие-то там Ой не хотелось бы Ладно не было Словами Егора Летова Я бы все это назвал конечно Какая-то там Да пофига Это же не мои слова Это Егор Летов там Расписная гомозня Как-то это вот Такое выражение было Ну правда то есть Мне не хотелось бы там На первом канале появляться Или на каких-то еще каналов Я просто мало в них разбираюсь То есть Не так часто телевизор смотрю Вот поэтому Я думаю все нормально В целом Те люди Ну кому это нужно Они все-таки находят Ту или иную музыку Пусть она даже в андеграунде Или Является какой-то альтернативной Сценой Какому-то мейнстриму Ответ я услышал Он меня Вот меня лично очень устраивает Другой вопрос тогда Очень Почему-то признано Или принято так считать Особенно Среди молодых поклонников Андеграундных команд Что раз андеграунд Значит Бесплатно Ну то есть Это не коммерческий проект Значит Люди в общем в принципе За бабками ты не гонятся Но На что-то есть Но тем не менее Всякий раз эти люди Поклонники Спрашивают у коллектива А когда будет новый альбом А когда вы клипчик снимите А может быть дивидюшечку закатаете Но при этом Не-не-не-не Вы же альтернативщики Да Не имеете права Вообще-то за бабки Ну да Мы потом скачаем Бесплатно Да Мы еще бесплатно Вот как тогда к этому относиться Пардонте Да нет ну конечно же Я думаю что По-хорошему Музыка Музыка должна Приносить Как любой труд Скажем так Какие-то деньги Людям Чтобы они Помимо музыки Им не надо было там Где-то еще Сторожами работать Как у нас было принято Или в котельной Где-нибудь Это может быть хорошо Как какое-то некие Испытания в жизни Какой-то Жизненный опыт Ничего плохого нет Но в целом я думаю что Ничего плохого в том Чтобы люди Профессионально Занимающиеся Хорошо Там Делающие свое дело Получали за это деньги Я ничего плохого В этом не вижу Честно говоря Вот поэтому Ну вообще я тоже ничего не вижу Если человек Не голодает Нормальное явление Когда у него есть Время заниматься своим Любимым делом А не чем-то Чтобы А не выживать А не выживать Чалых мне кажется рвется В ведущие Он главному научился Научился сопровождать Речь гостя Вот да 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 Хорошо Я люблю людей Которые быстро учатся Если бы я так мог научиться Быстро на гитаре играть Как-то мггать Цены в тебе не было Я даю уроки 46-47 Это короткий номер Для смс ваших Сначала пишите свои Делайте пробельчик Потом уже Либо вопросы ваши Либо Ну вот хочу передать привет Серьезной Расе Особенно Егору и Косте Без подписи Просто вот привет вам Передает человек Не знаю даже откуда Что дальше то будет? Извините Что мы вашу передачу Слегка используем еще Как так сказать Такую дополнительную репетицию Мы поэтому Сыграем одну такую песню Которую мы очень редко Играли раньше Так это клево Да и сейчас вот мы попробуем Сыграть для нас Это тоже своеобразное испытание Это же не просто так На репетицию сыграть А вот она сложная достаточно Песня называется Помни имя Я даже сейчас Слово об андеграунде Даже если ты начал зарабатывать Да Нужно помнить свое имя Скажем так Как всегда живой звук Программа «Живые» Здесь сегодня седьмая раса Эксперимент за экспериментом Чалых шипит в микрофон Безумие и пошлую глупость В каждый дом пучок электронов несет Кто нас еще сильнее испугает Кто на экраны больше крови прольет Или в себя алкоголя И других веществ Чтоб на время сойти с ума Из экрана радаров Этого проклятого пути сна Я человек пятой расы Мои личные Пригоди мой потолок Растерзать себя За грехи серой массы В уникарном смысле Я бы точно не смог Больше хороших товаров И блестящих предметов Что можно себе урвать Да еще мне нужна пара Чтобы генетический страсть Переносить Помни имя свое Помни имя Помни имя свое Помни имя Все то, чего мы бежали Всегда настигало и мучило нас Белая птица счастье залапано Черней, чем ворона сейчас Каждый подспудно знает За все в итоге придется платить Но все равно продолжает Эго поле планеты коптить Так что узкие двери рая Нам не протиснуться со своим багажом Пусть сердце поет, пусть страдает Нам не врубиться в это только умом Будные лица заставят поверить Что мы из червя на теле земли Нет, не для этого ты здесь появился Помнишь? Да! Чаще в небо смотри Помни имя свое Помни имя Помни имя Помни имя свое Помни имя Имя, 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 имя Не осталось имя своё Старых фильмов, высокое небо Цифровое моё пути Кто из чьего вышел только за хлебом? Субтитры создавал Dima Субтитры создавал Dima Помни имя Ну да По-моему, всё получилось Ну, по крайней мере, по моим ощущениям Есть там небольшие огрешечки Мы потом над ними поработаем Да-да, они надо вслух Это вывозь между собой Но было круто Владимир Бердишевский вот что спрашивает Приглашают ли вас за бугор И был ли такой опыт? Выступали ли за границей? Ну, группа седьмой раз выступала Ну, за границей я имею в виду Ну, в Беларуси, в Украине это понятно, да Но мы играли в Эстонии мы играли И в Латвии, по-моему В Риге, в Таллине играли И в этом, как там город на границе, я забыл Нарва Нарва, да И как принимали? Ну, ничего, вроде нормально принимали Вы пили-то по-русски? А мы, да Там русские живут одни Ну, там есть русская диаспора некая Нет, хотя мы играли в этом В Риге мы играли, перед нами играла Или не в Риге это было В Риге, да Перед нами играла латвийская Альтернативная такая тоже Нам сказали, что это номер один группа То есть, вот поэтому Не исключено, что были, так сказать Латвийско-говорящая публика тоже присутствует Ну, нормально Нормально, да Ну, это клево Нет, ну, всегда приятно, когда Воспринимают российскую музыку хорошо Забугром И как-то даже неловко Меня до сих пор не могу привыкнуть К тому, что Прибалтика это Забугорье Живу, наверное, в прошлом, малёха А, в Хельсинки мы ещё играли, сейчас понял О, в Хельсинки Как в Хельсинки? Ну, так, неторопливо Так, спокойно Спокойно, да Очень Тут, кстати, сказать Наталья Михайлов На предмет твоего нежелания Ну, не то, чтобы нежелания Какого-то скепсиса По поводу Первого канала и так далее Он, я так коротко Мысль, которую он, собственно говоря Мысль, которую он подарил Ведь выступление на Первом канале Могло бы привлечь новую аудиторию для группы И таким образом Кого-нибудь возможно ещё Поставить на пути стены А кого-то ещё и отпугнуть Обязательно Кого-то из поклонников вряд ли А из тех, кому вы не интересны по сути Ну, так и боксинг Пусть отпугивает Это же не самое Это неплохая идея, кстати На качество была классная передача По ТВ6 Очень хорошо Если в прошлом живём Была, была, была такая проблема Надо было там рубануть, мне кажется Надо было Ну, это что же не от вас зависело, правильно? Конечно Это вот такая вот история Сейчас, если есть интересные идеи И как бы есть Ну, как бы просто есть желание Идею клипа Можно всё делать Я вам уже посоветовал Какой клип вам нужно снять Поэтому, милости просим Свой первый канал сделаем На Ютубе просто Первый канал Седьмая раса ТВ Первый Хорошо Первый круг ТВ Хорошо, а в этом есть тоже Между прочим Ты зря стёб здесь не понимаешь И какого стёба? Я вообще серьёзно говорю Ты вообще серьёзный человек По мне так это замечательная идея Была бы, кстати И ведь не пределишься Первый канал Седьмая раса, да? Да Клёво ОРТ, смотри ОРАСА ТВ Максим Недбальский, так зовётся человек Пишет Растич, товарищи, крутые Обожаю вас последние 10 лет Хочу спросить Не планируется ли дуэт с Лусей из Луна? Был бы вообще класс Ну, то, что вы хорошо знакомы и дружите Это понятно А дуэтик? Я давно с ними не виделся В частности из-за того, что, ну, вот Лу была занята Собственно, рождением ребёнка Да, дело у неё было одно важное Да, 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 серьёзно, да Вот, но я прочитал где-то в интернете Что в интервью они сказали Что они собираются со мной записать какую-то песню Вот Поэтому человек и спрашивает А, я пока не в курсе То есть я с ними не виделся уже очень давно Ну, можно встретиться, пообщаться Почему бы нет? Ну, не знаю Во всяком случае Каких-то конкретных разговоров на эту тему пока не было Так что я не знаю Но главное, что есть желание И у тебя нет по этому поводу никаких противовнутренних Ну, мы посмотрим Нет, я не скажу, что у нас прям одинаковое полностью мировоззрение Как бы у нас есть какие-то расхождения, скажем так Но это не мешает нам там встречаться И работать творчески вместе Ну, надеюсь, что да Это клёво А, кстати, что касается всяких там расхождений Смотри Не хочу я к политике и вообще стараюсь не касаться Ну, вот об этом уже речь Близко, да Я понимаю о чём-то, поэтому я в эту сторону сейчас чуть-чуть Капелечку буквально Я вообще считаю, что там, где музыка, там не должно быть политики Потому что музыка в политике это марсельеза Это уже совсем другая история Социалка, да, это важный момент Социальная тематика, социальная загрузка такая Политики нет Но Очень бывает часто, вот скажем В ротации своего радио у меня огромное количество Ну, огромное, не огромное, но достаточное количество Украиноговорящих групп И поющих по-украински И тех даже, которых почему-то считают Вредными для России Ну, типа Океана Эльза, там, да Я, например, плевать на это хотел с высокой горки Потому что я считаю, что творчество есть творчество Музыка есть музыка А уже взгляды человека Если они не совершенно какие-то радикальные Такие, что вот как у Чикатило Это можно потерпеть Время придёт и человек может поменять свои взгляды А мне потом будет стыдно перед этим человеком Что я его почему-то принял за другого Запретил, например Всякое бывает, да, в этой жизни Абсолютно всякое Мы можем ошибаться, мы имеем право, мы люди Вот как ты смотришь на то, что Сейчас очень часто Происходит с музыкантами Которые говорят не то, что хотела бы Слышать элита, скажем, да Я имею в виду власть И когда закрывают концерт Когда не дают музыкантам выступать Что здесь, что в других там И в Украине, в других странах В принципе, вообще Как ты считаешь, может ли И должно ли это как-то пересекаться Одно с другим Музыка и политика Ну, запрещать концерты Конечно, по каким-то политическим, скажем Какой разговор стал скучный Посреди пять минут Пойди отдохни Пока я микрофон выключу По политическим каким-то соображениям Я думаю, конечно же, наверное, не стоит Но если происходят такие вещи по каким-то Ну, я не знаю Как жить? Как жить музыканту дальше? Как жить музыканту дальше? Угу Вот, предположим Тебя бы не выпускали куда-нибудь По какой-то причине Ну, вот группа седьмая раса Не пускают в Беларусь Я не знаю Ну, не знаю Что-нибудь про картошку не то сказал Ну, вы знаете Я на себе это тоже испытал Насколько я пытался держаться От этого немного в стороне Но Когда мне задавали На каком-то интервью Какой-то прямой вопрос Я сказал Ну Что думаешь? Высказал, да То, что я думаю Своё видение ситуации Что происходит На Украине Или в Украине, скажем Правильно, наверное Вот И На меня тут же посыпались Тоже упрёки с другой стороны Что как бы Якобы я вот Ну, я скажу честно Я сказал, что там идёт гражданская война Как бы вот Так и я это говорю Вот И на меня просто какие-то люди стали там отписываться С Украины, разумеется Из Украины Они как-то там накинулись что-то на это интервью Там начали как-то там Бурно выражать свои там недовольства И протесты Как бы достаточно там Вот Ну и Ну а что? Я не знаю У всех разные Разные мнения, да И как бы Что ж теперь поделать? Я не знаю Но запрещать, конечно Какие-то концерты Или окрашивать, скажем так Эти концерты Вот Какими-то политическими цветами Я думаю не стоит Как со стороны организаторов Так и со стороны артистов Я бы не стал этого делать Ну скажем Я это я Другие люди Может У них сверху У кого-то Я в большей степени как раз К организаторам сейчас В некотором смысле обращаюсь Не будьте сволочми Смотрите на музыкантов Как на творческих личностей А не как на людей Которые вам Может быть говорят что-то Хочу повеселить вас Вчера неожиданно для себя Опять же коснулись Украины Я почему люблю эту страну Я вырос там У меня по матери Родня в Донецке Уже не вся Многие погибли Часть в Днепропетровске Это по отцу Ну то есть для меня Украина Та же родина Но Вчера Что за передача была Не знаю Я редко смотрю телевизор Так что внимательно Китайская Современная Значит Художница Мэй Мэй как-то ее так зовут Заявила Оказывается что все проблемы Украины в том что флаг не такой Я где-то встречал тоже Что он неправильно Неправильно Надо перевернуть флаг И все изменится в стране Ну то есть вот сейчас Получается вода Заливает солнце То есть сверху Вода это голубой цвет А снизу желтое это солнце И вот потому что вода Заливает солнце Все проблемы А вот если перевернуть Когда вода будет на месте А солнце сверху Вот тогда и проблема В Украине Закончится Я конечно Верю во всякого рода Фэншуи Но Кажется мне что это забавно Вот так просто Все в этой жизни А если наш российский флаг Перевернуть Может быть стоя поставить Так глядишь У нас все встанет Ну я имею ввиду Производство Поднимется Какие-то там станут происходить Полезные вещи В стране Хорошие Давайте перевернем флаг Посмотрим Глядишь поможет Не знаю Но меня улыбнуло По крайней мере Ну да Давайте петь дальше Как дела у сатанистов Которые перевернули крест Так иди пой Что ж ты Как не придет Как не спросит Так и думаешь Может да достаточно Что будет за песня дальше Песня будет называться Джа Ох ох Кстати ее ждали И многие даже просили Чтобы она была сегодня исполнена Седьмая раса здесь напомню Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничто не забыто Но никто не открыт Помни я скотом Могу ведь просто не быть Я терплю суррогат И я ору в окно Там где приколоты глаза Быстро становится темно Джа Мы все такие же частные Джа Мы все такие же несчастные Джа От поворотов потерпевшие Джа Мы дети Недопозрослевшие Чаятка 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 И ничем не пронять И ничем не пробить Дорогая броня Неземной аппетит Все дневные посты Ночью выльются в пир И лишь твоя красота Спасет уродливый мир Джа Мы все такие же частные Джа Мы все такие же несчастные Джа От поворотов потерпевшие Джа Мы дети Недопозрослевшие Чаятка 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 . Они те Недопозгienst Джа И Male Дамы Валерий Курас Поезд в метро Это камнем на шее Кладоемом беги Неподкупная святость Инстинктивной любви Джа, мы все такие же частны Джа, мы все такие же несчастны Джа, от поворотов потерпевшие Джа, мы дети недопозрослевшие Джа, аллилуйя Джа, аллилуйя 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 Братцы, совсем у нас мало времени осталось до конца Правда, что тут буквально 5-6 минут Я лично испытывал и испытываю, до сих пор испытываю легкий трепет Чего ты пытаешься сейчас делать? Я пытаюсь гадать, какую песню следующую сыграем А, ты гадаешь? Может договоришься просто С расти чем-то и все, и гадать не будешь Два часа, которые были сегодня отведены для эфира Они прошли не зря Я уверен, что если вы никогда до сих пор не прислушивались внимательно, возможно, к песням группы «Седьмой раз», Сегодня вы поняли, что вы это делали зря Потому что музыка у них действительно замечательная, особенная Она мало на что похожа, сразу узнаваемая, что очень важно Я лично очень рад за то, что вы вернулись к своему изначальному, как теперь принято говорить, золотому составу Все клеится как надо, все идет в нужную сторону Как мне кажется, все развивается правильно Вот мы когда станцию создавали, мы надеялись на то, что все в музыке будет развиваться в правильную сторону И мы будем пытаться этому как-то помогать И вот тут вот выяснилось, что и вы помогаете И еще есть замечательная женская группа Обе две, которая называется Вот она вдруг восстановилась, пошла в гору, опять начали петь вместе Потом я слышу, кто-то еще решил восстановиться, решил вернуться к старому составу Не зря, вот это «Ж» неспроста И мне чертовски приятно, что это «Ж» и при вашем, и при нашем участии происходит Вот, и здорово, что в любом случае альбом будет, но я почему-то в этом нисколько не сомневаюсь Ну, раз уж сказано было, мной хотя бы в эфир Ну да, таким уважаемым человеком, как Семен Чайка, если было заявлено Мы же не можем вас подвести Я же уже об этом сказал Да, значит, уже да Уже должен быть альбом, ну, если уж не завтра, прям сразу То, может быть, какое-то время погодя, спустя Чего ж, чего ж тут так просто сидишь, что ли Надо работу делать В качестве анонса хочу сообщить, что завтра В программе «Живые» группы «Элизиум» Понятное дело, совсем другого толка музыка И поклонники этой группы наверняка уже сейчас потирают руки А люди, которые никогда не слышали «Элизиум», рекомендую Это, правда, очень любопытно, на самом деле интересно А 28-го числа приходите, пожалуйста, в точку сборки У нас будет наш маленький, маленький, первый, первый фестивальчик Своё место он называется Афишка будет постоянно появляться в группе Так что посмотрите, кто там, чего там Там будет интересно Что будет под конец? Уже всё, финальная песня Да, под конец будет духоподъёмная песня «Три цвета» Вот, а мы тоже приглашаем Какого-то, 28-го февраля Да, да, давай, приглашай В Питере, в клубе «Космонавт» Прямо вот как и мы в Москве Да Как и вы в Питере Может, устроим телемост какой-нибудь Вот 8-го марта в клубе «Театр» мы сыграем Мы 30-го апреля в «Джек-клубе» сыграем в Минске Пока вот эти три концерта Такие планы Да Но в любом случае, люди, которые придут к вам в группу В официальное сообщество, они все увидят эти концерты Даты их и время Конечно, конечно Так что рекомендую становиться участниками сообщества Группы «Седьмая раса» Спасибо, что были у нас Спасибо вам Пока Будьте здоровы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я могу летать Но так боюсь бывать на крышах Когда во мне твоя любовь Вибрирует и легко дышит Греет солнце Мы солнце греем Только лета ходят наши планы Не нужно быть всего предсвета Делайте вы ростованы Мне сладок этот плен Твоих улыбчивых объятий И несмотря на ряд смешных Общественных мероприятий Греет солнце Мы солнце греем Только лета ходят наши планы Мне нужны все Твоих улыбчивых объем Тем, 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 тем Греет солнцем Раста красит моё солнце красным Раста красит моё солнце жёлтым Раста красит мир во круг зелёным Моим солнцем Раста красит мир во круг зелёным Раста красит мир во круг зелёным Расстантовал, расстантовал, расстантовал.